Два катера, три теплохода и три парома курсируют каждый день от 36-го причала до островов Владивостока. Рейсов немного, поэтому, чтобы после работы жителю русского, например, добраться домой, несколько часов нужно ждать парома. Каждый вечер в залах ожидания вокзала прибрежных сообщений несколько сотен пассажиров. Но скоро им, возможно, придется коротать эти часы на улице. Владелец здания вокзала Владивостокский морской торговый порт расторгнул договор об аренде с Мортрансом. Ежедневно вокзал прибрежных сообщений пропускает 2-3 тысячи человек, а с началом сезона эта цифра увеличится еще в разы. Из-за переменчивой приморской погоды жителям островных территорий часто приходится ночевать прямо на вокзале. Если здание отнимут, им придется дожидаться паромов в шторм на улице. На одном только русском около 6 тысяч жителей. На материке работают, учатся. Оставшись без этого перевалочного пункта, рискуют не только комфортом, но и безопасностью. В непогоду останутся в прямом смысле без крыши над головой. А если не будет, я даже не знаю, могут и паромы-то дать мне, и катерат с русским островом, какая будет связь. Какая связь? И где мы будем ждать? Это считай, как скот. Скоты тоже леют. А мы люди все-таки. Мортранс фактически занимается исключительно транспортировкой людей, но арендует вокзал для пассажиров. Говорят, арендную плату всегда вносили в срок. Но в начале года вместе с документами об оплате пришло письмо с просьбой освободить помещение до 18 мая. Мы в принципе в убыток содержим этот вокзал. Он нам в убыток. Но мы его содержим для людей, потому что мы занимаемся перевозками людей. И нам, скажем так, не все равно, где и как будут ожидать люди паромы. Торговый порт мотивирует свое решение неудовлетворительным техническим состоянием здания. Тоже беспокоятся о безопасности. И утверждают, что реконструируют старый вокзал к саммиту АТЭС. А пока рассмотрят варианты о предоставлении временных сооружений для обслуживания пассажиров. Где будут эти временные сооружения и справятся ли с пассажирским потоком, пока не ясно. Для чего будет реконструировано здание, сотрудники говорят уже сейчас. Для обслуживания пассажиропотока, для размещения служб администрации морского порта Владивосток, для Росморпорта. И в том числе, естественно, для того, чтобы сдавать субаренду различным организациям. Жители островов не верят глобальным перспективам и планируют массовые акции протеста. Ждать паромы на улице не хочет никто. Дарья Каплан, Денис Русаков, информационное телевизионное агентство «Панорама». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова